Это была специальная организация, которая называлась Антиквариат, и которая изымала из Эрмитажа работы и ими потом торговала на мировом рынке. И я так думаю, что русские не знали, что покупателям, я не буду сейчас даваться подробностей, почему я так думаю, я думаю, что русские не знали о том, что они продают работы трежери-секретари, члены кабинета. Соединенных Штатов, иначе бы они вели себя, наверное, иначе. American Money, Russian Art. В 60-е годы издана, я не так давно приобрел про эти распродажи сокровищ российских. Там было огромное количество распродаж, но самое знаменитое – это Эрмитажа, потому что проданы были шедевры мирового класса. Кроме этой работы, которая была главным шедевром продана, была еще продана великолепная совершенно работа Ван Эйка, тоже приобретена Меланом и тоже теперь находится в Национальной Галери, и так далее, и так далее. Всего около 50 мировых шедевров было продано. В результате этих распродаж два коллекционера в мире выиграли больше всего. Это был Эндрю Меллан и Гульбекян. Галуст Гульбекян был… Я просто покажу еще раз, чтобы вы насладились. На Эндрю Меллана и так интересно смотреть. Галуст Гульбекян, как многие знают, был нефтяным магнатом армянского происхождения. Жил он в конце жизни в Лиссабоне и организовал в Лиссабоне свой музей, который существует и процветает, в котором я тоже был. Но главный бенефициар был, конечно, Меллан, потому что он забрал самые главные шедевры. Мадонну Альба он купил за 1,2 миллиона долларов, что было в то время самой большой ценой, заплаченной когда-либо до того, за произведение искусства. Более того, этот рекорд сохранялся в течение последующих нескольких десятилетий. Только в 80-х годах начался вот этот страшный бум цен на произведения искусства, которые мы наблюдаем и много раз обсуждали, и цены стали расти до небес. До этого они были не такими безумными, и 1,2 миллиона долларов в долларах 1931 года – это, конечно, очень большая цена, потому что с тех пор доллар упал в 15 раз по сравнению с настоящим временем. Но, кроме того, конечно, еще важнее то, что рынок произведения искусства разросся до невиданных масштабов, и там цены, ну, как все знают, недавно картина Леонардо была приобретена за полмиллиарда долларов. Вот, это очень коротко, как картина уплыла из Эрмитажа, но у Мелана были, хотя он, значит, ее приобрел, это как раз был один из тех людей, который еще до меня влюбился в Альбу. Он был страшно недоволен, что ему пришлось заплатить такую гигантскую сумму, но он ничего не мог с собой делать. И все было бы ничего, но в 1935 году разразился скандал. Уже к тому времени Мелан не был в правительстве, потому что, как известно, в 1932 году к власти пришел демократ ФДР, и Мелана взяли за задницу. АРС его подала на него в суд за неуплату за уклонение от налогов за 1931 год, как раз когда он покупал Эрмитаж. Он на самом деле в целом на покупку картины из Эрмитажа истратил более 6 миллионов долларов, что вообще совершенно баснословная сумма за произведение искусства заплаченная. И его коллекция стала, безусловно, самой удающейся частной коллекцией в мире старых мастеров. И его взяли за задницу, и его судили за неуплату налогов. Его оправдали от основных обвинений. Там не нашли криминала в его действиях, но на него наложили большой штраф за неуплату налогов. Но для нас главное то, что вся история выплеснулась в прессу, потому что пока шло это разбирательство, выяснилось, что происходила распродажа Эрмитажа и так далее. Это в западной прессе вышивали это новостью со страшностью. Неизвестно, почему его оправдали. Это немножко такая зона неясная для меня. Он начал немедленно после этого переговоры с правительством ФДР Рузвельта о передаче своей коллекции в американскому народу. И я подозреваю, что, может быть, здесь была какая-то сделка, что его оправдают, а за это он отдаст свою коллекцию государству. Так или иначе, в 1937 году Меллан договорился с правительством, что он передает свою коллекцию в собственность Соединенных Штатов при условии, что Конгресс выделяет ему кусок земли на моле, позволяет назвать музей, который он при этом построит, на свои деньги, позволяет назвать его национальной галереей. Ему это было очень важно, потому что он был до этого, еще до того, как он стал трежер-секретарем, он был послом какое-то время в Лондоне американским. И он там, конечно, в полной мере насладился сокровищами национальной галереи, и ему очень хотелось сделать что-нибудь подобное в Америке. И Конгресс должен был положить какую-то определенную сумму на поддержание музея в дальнейшем. А сам музей, саму галерею, он Меллан обязался построить на свои деньги. Это все было договорено, но он, к сожалению, ничего из этого уже не увидел, потому что в том же 1937 году он умер в возрасте, по-моему, 82 лет, если я помню точно. Но это я годы жизни указывал. Вот он, да, абсолютно точно. 82 года он умер, и уже его дело продолжал его сын Пол, который тоже был страстный коллекционер. Он был директором National Gallery продолжительное время. National Gallery была построена на деньги Мелланов, Мелланов, и она открылась в 1941 году. А чей это партия? С тех пор она существует. Как все знают. Вот такая история. Собственно говоря, мы можем заключить, что если бы не большевики, то не видать бы нам здесь в Штатах картинной галереи. Если бы не большевики, то не наслаждаться бы мне своей любимой Альбой, когда я бываю в Вашингтоне, гораздо чаще, чем я бываю в Питере. Но, с другой стороны, я бы с ней познакомился, конечно, гораздо раньше, если бы она оставалась в Эрмитаже. Так что, как смотреть? Вот это вот, я просто напоминаю, это старую фотографию на интернете. Нашел изначальный, начальная стадия на Штатах Галере, еще когда нету, вы видите, и Ствинг еще не построен, только основное здание. Это, я не знаю, какого времени фотография, но достаточно старая. Это монументальный, абсолютно монументальный музей. Которому, конечно, ему наступает Лувру. Конечно, насчет лондонской на Штатах Галере можно поспорить. Но главный музей мира, в смысле живописи, это, конечно, общепризнанно, это Лувру. Теперь давайте законим, это конец пролога. Теперь переходим к основной части моего выступления. Но прежде, чем говорить о самом нашем герое, Рафаэле, я хочу поставить это в контекст и того, что я раньше рассказывал, и вообще развитие искусства в эпоху Ренессанса. Очень коротко. Ренессанс делится на две стадии, ранний Ренессанс и высокий Ренессанс. И я здесь указал тех художников, которые, очень немногих, я не хотел расширять этот список, наиболее важных, на мой взгляд, ну и это, я думаю, многие с этим согласятся, художников, которые принадлежат к той и другой группе. Это прежде всего Масачи, который считается вообще, так сказать, основоположником Ренессанса. Он, если мы скорбим, что Рафаэль жил так недолго, то уж Масачи вообще жил 27 лет. Но он оставил неизгладимый след в истории искусства, причем след такой активный. У него было все, все дальнейшие художники Ренессанса были его последователями. Пьеро де ле Франческо, который был почти следующее поколение, чуть ближе к Масачи. Затем идет Боттичелли, которого обычно это пограничная фигура, но обычно его все-таки относят к раннему Ренессансу. Я белым указываю, как бы, более видно годы рождения, чем годы смерти, потому что годы смерти непоказательные. Художник может жить очень недолго и произвести колоссальную революцию, и он может жить очень долго и произвести революцию, но, конечно, в ранние годы. То есть, сколько при этом художник жил всего, не так важно. Затем идет высокий Ренессанс, с которым я начинаю с Синьор Элли, который родился в один год с Боттичелли, но уже он был явно представителем высокого Ренессанса. Ренессанса. Нарда, само собой, Микеланджело, само собой, ну и, наконец, Рафаэль, самый молодой из всех этих художников, и он, как общепринято считать, и я с этим, как вы понимаете, полностью согласен, он был вершиной этого развития. Он жил уже на рубеже веков, так же, как и все, собственно говоря, представители высокого Ренессанса, и вот, как я уже подчеркивал, он умер ровно 500 лет назад, так что более чем уместно, что мы и мы тоже наряду со многими культурными институтами отдаем ему дань сегодня. Рафаэль родился в Урбино. Урбино, хотя Урбино, вот, если посмотреть по карте, кажется, близко очень от Флоренции, скажете, какая разница быть в Урбино или во Флоренции? Разница большая, потому что между ними имеется вот этот хребет горный, идущий вдоль всего итальянского полуострова. И даже в наше время преодолеть этот хребет с учетом нормальных дорог, асфальтов и так далее, требует довольно много времени. А уж во времена Рафаэля это, конечно, было путешествие просто. Существенное путешествие. И много позже это оставалось существенное путешествие. Урбино это место, про которое я много говорил, когда рассказывал про Пьера де Ле Франческо. Там все знают, и без моего рассказа многие знают, что там правил долго и успешно граф Монтефельтро, известный кондотьер, и, как объяснит Игорь, безжалостный человек, но в то же время, будучи безжалостным воякой, он был еще и тончайшим ценителем искусства. Всяких искусств, не только изобразительного искусства, но и поэзии, и архитектуры, и музыки. И он собирал при своем дворе выдающихся современников, принадлежащих к этим видам искусства. И он, правда, умер за год до того, как родился Рафаэль, поэтому они знакомы быть не могли, но из-за того, что он, скажем, содержал при своем дворе долго Пьера де Франческо, Рафаэль был как бы внуком художественном Пьера для Франческо, потому что его отец Рафаэль, он был художник, малозначительный, но художник, и он был прямым учеником Франческо. Он учился у Франческо, когда Франческо жил в Урбино при дворе Монтефельдра. Поэтому Рафаэль наверняка почерпнул много от Франческо через своего отца. Но главный расцвет творчества Рафаэля пришелся на его римский период. после Урбина он какое-то время, я сейчас не помню как долго, он провел во Флоренции. И там он большого следа не оставил, но одну работу, по крайней мере, выдающуюся, он там написал. Эта работа, которую он написал, даже он, по-моему, ее не закончил сам, кто-то за него ее закончил, из его уже тамошних учеников флорентийских. Ему тогда было всего 24 года, когда он покинул Флоренцию. И эта работа очень знаменита. Ну, вы знаете, любая работа выдающаяся, которая находится в Лувре, становится безумно знаменитой. Здесь имеется огромный перекос. Само наличие работы в Лувре придает ей колоссальное значение. Но это действительно очень, очень красивая работа. Она называется «Лябель жарданье», что по-русски означает «Прекрасная садовница». И это очень знаменитая работа. И знаменитая она, насколько я понимаю, главным образом изображением портретным изображением женщины, которая здесь изображена. Это действительно совершенно великолепный портрет. Как мы еще сумеем убедиться, Рафаэль был, может быть, самым выдающимся портретистом в истории живых. Говоря о Рафаэле, вы меня извините, я все время буду говорить «самый» и так далее. Что делать? Вершина высокого Ренессанса. Это прекрасная садовница и он, не закончив даже эту работу, отбыл в Рим. Это всю оставшуюся жизнь он провел в Риме. Это был период его полного расцвета. И пригласил его в Рим никто иной, как лично папа Юлий Второй. Он, это портрет 2012 года работы Рафаэля, и он был очень амбициозный человек, и он, видимо, имел большие финансовые возможности, и он решил совершенно по-новому организовать папский дворец Ватикана. И для этого он решил пригласить лучших из лучших художников и выбрал Микеланджело и Рафаэля. Как известно, Микеланджело поручил расписать потолок в Синстинской копиле, а Рафаэлю он поручил расписать комнаты во дворце, которые теперь называются станции Рафаэля, и где частично которых мы, конечно, посмотрим, но все знают, что это то и другое важнейшие шедевры в истории мировой живописи. Он вскоре, правда, после этого портрета, но это уже было позже, Рафаэль-то появился в седьмом году, и эти проекты, которые он поручил Микеланджело и Рафаэлю, они продолжались приблизительно с 509 до 512 года, и они были к этому моменту завершены, и папа Юлий II благополучно скончался после этого, выполнив свою миссию в отношении искусства, в всяком случае. Ну вот, это необыкновенно знаменитая фреска Рафаэля, это его шедевр в жанре фрески, абсолютный шедевр его, по крайней мере, в жанре фрески. Это работа называется Афинская школа, и она находится в Ватикане, и нет слов, чтобы выразить восторг по поводу всего, что здесь изображено. Во-первых, я прошу обратить внимание на идеально выполненную перспективу, то есть это было уже далеко за эпоху Пьера де Франческо, уже все о перспективе итальянские художники эпохи Возрождения знали вдоль и поперек, и это является как бы полным триумфом возможности создавать трехмерную иллюзию на плоскость. И ты действительно входишь как бы в это пространство абсолютно. Ну и это все подтверждается идеальным соответствием между размерами людей на переднем плане и размерами людей на следующих планах и так далее, и так далее. Тут распространяться особенно не о чем. Это абсолютный шедевр в смысле техники. Техника абсолютно лучше быть не может. Еще обращает на себя внимание необыкновенная динамичность фигур на этой работе. То есть у Рафаэля не было никаких проблем изображать движение, изображать динамику. Он владел всем. Ну теперь я очень бегло просто покажу вам в более потому что здесь очень много народу, но почти все они вполне знаменитые люди античности. Я хочу сказать еще, что это как бы квинтэссенция Ренессанса, как и другие многие работы Рафаэля. Не только в смысле техники, о которой я только что говорил, не только в смысле совершенства в технике изображения картин, что было именно основным достижением Резисанса. Они как бы вернули живописи трехмерия, вернули живописи все те характеристики живописи и скульптуры, которые были утеряны за мрачные годы Средневековья после конца античности. Но кроме этого, это возвращение в обиход и античных философов, и античной науки, и античности как духовной жизни, то есть всех аспектов античности, не только просто изображение умения писать картины реалистично. Это все. И вот здесь Рафаэль изобразил всех знаменитых философов античности. Платона, про Платона я где-то читал, что считают, что это Леонардо он изображал в качестве Платона. Не знаю, насколько это правда. Аристотель, пожалуйста вам Сократ, пожалуйста вам Пифагор, пожалуйста вам Эвклид, пожалуйста вам Диоген, Гераклит, Птеломей. Ну, а здесь, если посмотреть внимательно, то вы увидите лицо самого Рафаэля, он изобразил себя в свете Птеломея. Вы видите, что он был очень красив, мы еще вернемся к этому. Он был в то время уже, вот когда, и вскоре и после, особенно, когда он закончил этот выдающийся заказ, наверняка ему папа отвалил очень крупную сумму за это. Он стал очень-очень состоятельным человеком, он имел огромные студии, он имел огромное количество помощников, и он дал пищу многим поколениям, многим поколениям искусствоведов и историков искусства разбираться, где он приложил свою руку, а где писали его ученики, многие из которых, кстати, стали тоже приличными художниками. Но это особая тема, я в этом не собираюсь разбираться. Это его триумф в Ватикане. Пока он писал, значит, в то время, как он писал свою, расписывал станцию Рафаэля, своей комнаты в Ватикане, в это же самое время, по соседству Сикстинской капелле, Микеланджело творил свой шедевр, потолок Сикстинской капеллы. И они были с Микеланджелом, Рафаэльом Микеланджело, они не были друзьями совершенно. У Микеланджело вообще был очень скверный характер. И они были конкурентами, они конкурировали за внимание папы, за внимание богатых меценатов и так далее, и так далее. И Рафаэлю было очень, не терпелось посмотреть, что же там наковырял Микеланджело. А Микеланджело строго-настрого запретил, чтобы кого-либо допускали до его работы, пока она не завершена. Ну, Рафаэль, видимо, подкупил охрану, и он таки сумел подсмотреть, пока Микеланджело отлучился, что он там изображает. И в результате появилась вот эта вот фреска левая, справа эта фреска Микеланджело с потолка Сикстинской капеллы пророк Исаия, а слева это фреска Рафаэля, пророк Исаия, которую он изобразил вполне в Микеланджело скам стиле и нарисовал он ее на колонне квадратной, колонне в церкви Сант-Агустина, недалеко от пьяца Наона. Она абсолютно в хорошем состоянии, реставрирована и так далее, ее очень легко увидеть. В заключении того, что она довольно высоко нужно задирать голову. Этим самым он хотел продемонстрировать всем интересующимся, наверняка интересующихся было много, и меценатам и так далее, что он тоже может как Микеланджело. И мне кажется, что его Исаия более убедителен как пророк, чем у Микеланджело. У Микеланджело он такой величественный, не очень аджетированный, а у Рафаэля он действительно пророк, он порицает, он требует от людей следовать строго предписаниям религии иудейской и так далее, и так далее. Ну и приятно видеть в христианской церкви евреи. Мне больше нравится Исаия Рафаэля, чем Исаия Микеланджело. В этой же церкви Сент-Агустин находится совершенно гениальная работа Караваджо. Многие наверняка ее там видели. Мадонна Диларетта 1606 года, выполненная через сто лет после Рафаэля. И просто я напоминаю об этом присутствующем, что это та самая церковь. Я еще могу показать, где она находится. А находится она вот это план Рима, это пьяца Навона, вы видите три фонтана и вот здесь вот находится прямо рядышком эта церковь, вот она, вот написано Базилика де Санти Тратата Агустина. Это довольно большая церковь, и в ней находятся эти два шедевра мирового искусства. Исайя Рафаэля и Мадонна Диларетта Микеланджо. Раз уж я показываю вам план Рима, я хочу вам рассказать следующее. Значит, мое знакомство подробное, детальное с Римом произошло в 2000 году, когда у меня был Сабатиков, первый Сабатиков в Биюг, и Римский университет пригласил меня провести значительное время в Риме. Они, я провел там три месяца, они мне предоставили жилье в естественно и проприетли в еврейском квартале Рима, и я сейчас покажу просто вам, где я прожил три месяца. Сейчас мы сюда дойдем. вот это еврейский квартал, я не могу сказать точно, где его граница, но вот это все еврейский квартал, который существовал, существует многие столетия, и вот эта площадь называется Пьяца де Ля Синка Сколи, вот здесь написано Пьяца де Ля Синка Сколи, вот эта вот церковь, вот эта вот площадь. Это значит по-русски площадь пяти школ. Но под школами понимается на самом деле в данном случае не школы как таковые, а синагоги. На этой площади в старые времена располагалось пять синагог, а меня поселили вот в этом доме четырехэтажном на крыше. Я как Карсон жил на крыше. Здесь имеется пентхаус и там я жил. Для того, чтобы туда попасть, вот видите, тут фонтан, надо пройти в подъезд за фонтаном, подняться на четвертый этаж, я сейчас не помню, это был лифт или без лифта. Вот Машка подсказывает, что лифта не было. И еще потом подняться с четвертого этажа по металлической винтовой лестницы и попадаешь в этот пентхаус, это громкое слово, это на самом деле one-bedroom апартамент на крыше со всеми удобствами. Там, ну да, фактически one-bedroom. И там было очень неплохо, оттуда были замечательные виды в обе стороны. в сторону суда была видна вот эта вот роскошная синагога. Это она довольно новая, она 19 века, но она грандиозная. Это самая большая синагога в Риме. А в противоположную сторону в окна видны были разные церкви рима и крыши Рима. Вот живя там и принимая гостей в виде родственников и друзей, я очень много исходил конечно Рим и выезжал и набрал прокат машины ездил по Италии и так далее. Это были незабываемые дни. Здесь рядом с синагогой все это близко это все пешком идти 10 минут здесь располагается остров он так и называется Тибирийский как сказать остров потому что это единственный остров на Тибире в черте города Рима. Интересно что здесь вот например тут все еврейское здесь например вот пожалуйста еврейское нет здесь тут не написано немножко надо изменить машина тогда увидишь еврейское госпиталь а написано вот опитали израэлитика вот он Рома еврейский госпиталь и так далее здесь еврейских очень много всяких магазинов там в еврейском квартале все эти этот берег на котором располагался располагался еврейский квартал и до сих пор фактично там конечно евреев уже низкая концентрация но тем не менее это остается еврейским кварталом он достаточно низкий а Тибр очень сильно меняет уровень в зависимости от дождей в верховьях поэтому этот еврейский квартал наводняло так сказать испытывал наводнение по несколько раз в год это чтобы евреям жизнь медом не показалась до тех пор пока его я не знаю когда в 19 веке или 20 конечно уже в поздние времена не положили так сказать заключили в набережные которые предотвращали эти наводнения но остров все равно испытывает наводнения довольно часто это я вам хочу продемонстрировать уже собственную фотографию вот эта фотография высокой воды в этом месте это как раз вот этот остров и вы видите это вот пешеходный мост это к синагоге идет и вы видите что часть острова затопила такая высокая была вода 28 вот тут написано 28 декабря 2000 года накануне буквально моего отъезда из Рима я хочу еще показать вам значит среди друзей и родственников которые меня посетили был мой друг художник Анатолий Крынский который нарисовал нарисовал много работ он очень тоже любит Рим он нарисовал много работ в частности вот это вид из окна вот этого пентхауза в котором я жил на сторону противоположную в синагоге вот это видны крыши Рима это он работу мне подарил она теперь в частной коллекции у меня вот коротко о моих причине моего особого отношения к Риму который я просто обожаю и к Рафаэлю который конечно оставил в Риме огромный огромный след если пройти сейчас я познакомлю вас еще с одним важным следом если пройти по одному из мостов пересекающих Тибр перейти на другую сторону от еврейского квартала то попадаешь в район Рима который называется Трастевери Трастевери это значит за Тибром как за Москворечия в Москве так и здесь это за Тиброречия в Риме если теперь пройти вверх по течению некоторое расстояние не очень большое но и не так уж близко то упираешься вот в это вот в этот дом большой и при нем небольшой парк который называется Вилла Форнизина вот здесь написано Вилла Форнизина Вилла Форнизина это эпохи возрождения здания Вилла которая была построена частным лицом он был просто банкиром ну просто просто банкиром который распоряжался деньгами папы римского и он построил себе в районе 1500 года эту виллу для себя и он поручил Рафаэлю видимо он через папу попросил Рафаэля принять от него заказ на росписи этой виллы ее интерьера и Рафаэль это сделал и вот сейчас мы посмотрим эта вилла теперь она вполне доступна для туристов она это она имеет некое другое предназначение там располагается Академия Личей это Академия наук итальянская но большую часть времени туда можно попасть в качестве туристов там вполне это приветствуется и она принадлежит она не принадлежит Академии она принадлежит государству и вот мы сейчас познакомимся с интерьером этой замечательной виллы вот это мы познакомимся с двумя залами на первом этаже потому что второй этаж там тоже кое-что есть но там ничего такого уж сногсшибательного нет а вот это очень сильные вещи значит это на первом этаже один из залах и на стене этого зала расположена фреска написанная Рафаэлем она называется Триумф Галатей она 14-го года за 6 лет до смерти Рафаэль ее создал и ну все знают что Галатей это та девушка которую извоял пигмалион и которая жила а это вот так представил себе Рафаэль как она празднует свое превращение в человека в живое существо это тоже вот как многое у Рафаэля это тоже как бы квинтэссенс квинтэссенция Ренессанса во всех отношениях и в смысле изображения и в смысле мифологии и возвращения к мифологии античности это все чрезвычайно радостно и приятно смотреть и это конечно было необыкновенное освобождение людей которые это видели от этих мрачных идей седневековья и мрачных идей скажем савонаролы который только не так давно до того ну как 10 с чем-то лет до того был значит свергнут и повергнут от всех этих церковных так сказать заморочек церковных и для церковных Рафаэля я уверен это было огромное раскрепощение тоже потому что несмотря на то что он конечно был чрезвычайно просвещенный и продвинутый человек чтобы зарабатывать большие деньги он конечно выполнял заказы в основном от церковных институтов потому что единственными крупными заказчиками в то время были церковные институты церкви Ватикан и так далее светских заказов было не так много и были но не так много и здесь ему в этом смысле повезло что ему дали светский заказ где светский человек хотя и банкир папы который я не говорю что они не верили в Бога тогда все верили в Бога но можно верить в Бога и быть светским человеком и он он здесь что называется отличился по полной прогрессе хотя на мой вкус его галатея слишком одетая зачем он ее так сильно одел я не очень понимаю что-то ему помешало обнаженную ее изобразить не знаю это немножко нелепо выглядит вот это весь этот материал на ней не знаю может быть заказчик не хотел не знаю но дальше мы увидим что там обнаженной натуры в этих росписях хватает опять же в этой работе пленяет то насколько он он был свободен в изображении в динамике в изображении движения здесь все движется все все перемещается это конечно выдающееся мастерство я думаю что это написал сам Рафаэль хотя я не специалист чтобы так судить и не читал так подробно искусствоведческие работы чтобы узнать что думают специалисты хотя безусловно в росписях виллы форнезина очень сильно участвовали его ученики и подмастерия это мы сейчас увидим а я хотел обратить ваше внимание на одну деталь вот если вы посмотрите ну трудно сейчас увидеть вы сейчас увидите в более крупном плане на лицо Галатей то вспомните я вам напоминаю лицо Мадонна Альбы то вы это десятый год это четырнадцатый год но вот если их сравнить а я их сейчас сравню вот я их специально помещаю в сравнимом размере то совершенно ясно становится что это одна и та же женщина что моделью служила одна и та же женщина и мы ничего не знаем крайне мере я ничего не знаю никогда не слыхал никогда не читал про какую-то женщину которая была известна как модель Рафаэля в эти годы про другую женщину которая была его для модели несколько позже мы скоро будем говорить а вот про эту мы ничего не знаем и это интересно это я мое собственное наблюдение я не встречал это в литературе но я не уверен что кто-то это уже замечал это бросается в глаза это второй зал тоже роскошный вы видите залы совершенно роскошные шикарные они содержатся в прекрасном состоянии регулярно реставрируются вообще то как итальянцы блюдут свою историю свое свое немыслимое наследие которое им досталось это просто восхищает это все делается централизованно на государственном уровне конечно это приносит огромный доход из-за гигантского количества туристов которые это все смотрят кстати вилла форнезина не очень посещаем тем не менее она в совершенно прекрасном состоянии вот это второй зал это мы с одной стороны его потом с другой стороны на него посмотрим вы видите потолки полностью расписаны всевозможными мифологическими так сказать античными фигурами и сам потолок и стены сверху тоже и мы сейчас немножко посмотрим что же там такое изображено ну вот это я не буду спекулировать что тут изображено меня это не очень интересует это вещи которые тут я уверен что это писал не 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 что это роспись его учеников потому что я это меня не задевает вот это вот компания меня не задевает я тут никаких возвышенных слов сказать не могу к сожалению но я уже говорил что на мой взгляд вот это вот возможность расписать светское жилище дала позволила Рафаэлю оттянуться по полной программе по части всяческих неприличий так скажем вы скажете что это слишком слишком сильно сказано но подождите немножко и вы может быть со мной согласитесь неприличий значит это это неприлично было в то время это неприлично всегда изображать многих женщин вы видите что ну прощалось это потому что изображали не конкретных многих женщин а мифических мифические образы все это античные богини богиням разрешалось быть многим людям не очень вот и вы видите здесь этих каких-то там богинь это все известно я просто не помню какие конкретно это тоже интересно вот здесь этот весь орнамент из из трав и цветов и овощей и фруктов чрезвычайно разнообразный симпатичный орнамент по всей комнате а вот это известное дама это афродита она венера неважно она значит вот собственной персоной хотя немножко странная на мой взгляд фигура потому что что-то в ней она не безумно красивая она такая немножко мужеподобная она очень атлетическая с бицепсами с животиком в общем с довольно короткими ногами в общем это мне непонятно насколько это красивая работа не знаю писал ли сам и Рафаэль или только его ученики или он написал только контур не могу сказать может быть наверняка есть литература на эту тему но я с ней не знаком теперь мы посмотрим на эту же комнату с другой стороны в тот раз мы смотрели в одну сторону теперь противоположная вот здесь можно обратить внимание что в конце этой комнаты длинной находится вот эта фигура Меркурия вы можете это не видеть но видно на самом деле это Меркурий вот более крупным планом это вам Меркурий и вы видите что он левой рукой куда-то так более-менее показывает не показывает как-то он призывает сюда посмотреть короче говоря и я тоже вас призываю сюда посмотреть и вот если вы на это посмотрите может быть вы сразу и не увидите то что мне бросается уже в глаза поскольку я знаю но я вам помогу это вот то что здесь изображено вы скажете что это мое болезненное воображение нет это не я придумал я об этом вычитал вычитал я об этом давно когда я ехал в Рим я купил в Бостоне книжку одну из многочисленных естественно гайдбукс а в Риме это было не Лонгли Пленет не все эти знаменитые а какая-то книга просто про Рим и в этой книге я вычитал про этот сюжет и когда ну естественно когда я прилетел в Рим я немедленно побежал в виллу Форнерина проверять так ли это или нет и вот оказалось что все это правда что кто-то созавничал то ли сам Рафаэль то ли его ученики без его ведома не знаю больше как в этой книге я нигде об этом не читал но могу вас заверить что вот все это действительно на месте в этой связи нам уместно перейти к вопросу о том что мы знаем о личной жизни Рафаэль мы знаем его как художника мы знаем его многочисленные шедевры мы знаем что он был обласкан папой что он был страшно знаменит и любим публикой и заказчиками все это мы знаем а вот что мы знаем о его личной жизни вообще что мы знаем о личной жизни художников эпохи возрождения ведь надо иметь ввиду что в те времена печатных изданий типа газет и журналов еще не существовало ведь само печатание литературы было изобретено только приблизительно 50 лет до того в середине 15 века Гутенберг изобрел книгопечатание книгопечатание книги уже печатались хотя еще очень мало но никаких газет или журналов актуальных публикаций на актуальные темы вообще не существовало и в помине еще долго не существовало поэтому источников узнать что-нибудь о Рафаэле очень мало например мы довольно много знаем о Каравадже но мы в основном знаем о Каравадже во-первых он жил на сто лет позже а во-вторых мы знаем о Каравадже в основном из полицейских донесений которые писались от руки и которые сохранились потому что это полиция часть из них потому что это полицейские донесения насколько можно судить в отличие от Каравадже Рафаэль не вступал в противоречие с законом и никаких таких донесений о нем не сохранилось реально и о нем и о всех художниках возрождения других мы знаем только из выдающейся книги Джорджа Вазаль «Жизнеописание» вот здесь написано это фронтальная страница этого фронтальная страница этой книги которую издал еще в середине 16 века Вазари и которая называется вот «Жизнеописание выдающихся художников Питорий скульпторов и архитекторов» и это несколько томов подробных настолько насколько он мог к тому времени когда он стал собирать сведения о них написать он написал он сам жил вскоре он был на одно поколение моложе моложе Рафаэля он много мог узнать о художниках живших до него уже эпоха возрождения как бы закончилось но он много мог узнать остались еще люди которые хорошо знали и Рафаэля и других художников и он по крайней мере высокого возрождения более позднего он это все он написал про всех художников возрождения это абсолютно бесценное свидетельство почти современника но больше у нас почти ничего нет что же написал Вазари о личной жизни Рафаэля я просто цитирую в обязанности эту самую книгу жизнеописания в обязанности этого Бавьеры входили заботы об одной женщине которую Рафаэль любил до самой своей смерти из которой он написал портрет настолько прекрасный что она была на нем вся как жива считается что Вазари имеет в виду вот эту работу это действительно невероятно невероятный портрет молодой женщины называется женщина с вуалью находится в Палаце Пити во Флоренции но написана она совершенно точно в Риме просто она попала потом в Флоренцию и это один из вот выдающихся портретов написанных рукой великого художника это женщину ну есть там другие конечно точки зрения как всегда но я не сомневаюсь что это так что это именно тот портрет который имел Азари ввиду и это та женщина которая особенно был привязан Рафаэль Рафаэль никогда не женился Рафаэль это конечно достаточно необычно что он умер в возрасте 37 лет и он не женился он были всяческие притязания на его руку и он всячески избегал делать последний шаг и в последние годы он начал говорить о том что он вообще собирается принять малашество что он хочет стать священником или что-то в общем всяческие экскьюзы находил чтобы не жениться и он так и не женился но был он судя по всему весьма любвеобилен и он был любвеобилен он был очень красив он был очень богат и он был гений в своей профессии это вот вам другой портрет этой же женщины он называется Ля Форнарина этот портрет это уже очень поздняя работа вы помните что в 20-м году он уже умер то есть это за год он закончил до смерти и это совершенно необычная ситуация когда портрет нарисован полуобнаженной женщина это очень необычная ситуация и Форнарина ее прозвали потому эту женщину что она была дочерью хлебопека Форна по-итальянски это печь она была дочерью хлебопека и Рафаэль ее очень любил судя по вазари а других источников надежных у нас все равно нет интересно что я сейчас вам покажу более крупным планом вы видите что на левой руке у этой дамы имеется некий бэн я сейчас вам его покажу более крупным планом ну что-то не получается не буду увеличивать тогда просто почему она у меня размножилась мы видим видим нет она размножилась мне это не нравится но хорошо вы видите да здесь изображен написано Рафаэль Урбина то есть как бы он ей поставил клеймо что это его собственность правда же это можно так воспринять что эта девушка она моя и хозяин тоже я это так и интерпретируется в основном в литературе что-то у меня случилось этот портрет размножился ну бог с ним значит эта картина она именно эта работа та работа предыдущая она может быть более сильная я думаю мне кажется она более сильная как портрет выдающийся это как портрет мне не кажется такой уж сильный в этой работе больше привлекала скандальность ситуации что это как полуголая рабыня что ли я не знаю но в течение веков последующих масса художников страшно были заинтригованы этой работой Рафаэля и реагировали они на это тем что писали всевозможные картины отражающие их восприятие ситуации я покажу несколько примеров этого совершенно обсесс с этим был Энгер Энгер написал несколько вариантов на тему вот эта тема Рафаэля Форнерина стала как бы одной из таких важных тем для последующих поколений художников потому что Рафаэль конечно был иконой в области живописи и то что мы не многое что мы знаем о его личной жизни необыкновенно интриговало его следующее поколение художников его последователей вы знаете что в Великобритании в 19 веке возникло целое направление прерафаэлиты правда к Рафаэлю как таковому это отношение не имело они как бы провозглашали что они будут искусство создавать до Рафаэля следуя образчикам до Рафаэля Рафаэль был просто как некая Ленбар но тем не менее конечно имя Рафаэля давно стало нарицательным и тема Рафаэля Форнерина привлекала масса внимания в основном конечно не у публики у художников вот это Энгар очень красивая работа как всегда у Энгар она находится в Городском музее все кто бостонцы но Городский музей наверняка сейчас закрыт но когда его откроют можно будет посмотреть те кто не видел это та же тема того же художника много лет спустя он всю жизнь его эта тема преследовала уже в сороковом году в 1940 году опять Рафаэля Форнерина эта работа в Коламбусе находится а вот как и эту тему раскрыл Пикассо это уже 1968 год Пикассо ее раскрыл вот таким вот манером своей графики как вы знаете Пикассо был выдающийся график и он это так раскрыл эту тему на мой взгляд очень красиво хотя неприлично я это полностью осознаю поэтому 18 plus эта работа называется эта работа называется Рафаэль Элья Форнерина 14 The Pop Has Липтевый вы спросите при чем тут поп и почему он Липтевый дело в том что это у него целая серия это 14 у него целая серия на эту тему и в предыдущей работе которую я не стал показывать просто чтобы не отвлекать больше вашего внимания на это изображена такая сцена там Рафаэль с Форнериной занимаются любовью на кушетке а из-под кушетки выглядывает папа римский а вот так что это как изобразил для Пикассо конечно эта тема была особенно привлекательна потому что мы знаем что он был страшный вуманайзер и женщины играли гигантскую роль в его жизни ну и и мы все благодарны за это потому что это дало необыкновенные обращики искусства благодаря его страсти к женщинам была помните выставка в Митрополитум по-моему их наверное было несколько женщин Пикассо это необыкновенно интересно про это узнавать и смотреть на эти работы оставим апсинити и обратимся уже мы завершаем наш экскурс обратимся к другим работам на мой взгляд выдающимся не только на мой конечно это вот очень любимая многими работа я небольшой ее поклонник но это я признаю что это очень очень хорошая работа это тоже в палаце Питти во Флоренции находится она называется Мадонна де ля Седия и здесь конечно я не очень здесь мне нравятся дети мне кажется что они немножко не такие cute как в других местах у Рафаэля но Мадонна прекрасна это я не могу не это я не могу не признать а вот этот портрет может быть отчасти из-за того что он находится в Лувре все же как я уже подчеркнул все что находится в Лувре так сказать получает завышенную часто оценку но я согласен что это абсолютно гениальный портрет многие считают что это лучший портрет в истории живописи посмотрите на него внимательно вам не кажется что этот человек вот прямо сейчас заговорит что он сейчас вот откроет рот посмотрите на его глаза это что-то невероятное это действительно абсолютный шедевр это действительно абсолютное обращение того что можно сделать в жанре портрет опять это поздний Рафаэль конечно он достиг его гений достиг расцвета конечно в поздний период в его поздний период когда он приближался к своей трагическому концу в возрасте 37 лет ну а это куда же от этого деться это уже хочется под музыку говорить под конец настолько это все эмоцион это ну что сказать это абсолютный мировой шедевр это огромная работа в больше чем два с половиной метра в высоту фигуры здесь более чем натуральную величину такая работа не могла быть написана на не на стене это не на стене это не фреска эта картина в более ранние периоды потому что когда в эпоху как раз Рафаэля уже в начале 16 века стали писать на холсте до этого картины писали только на дереве на панелях а в начале 16 века стали переходить на холст масляные краски появились раньше уже в конце 15 века темпера стала постепенно уступать маслу то есть растворение в яйце яичном белке стало уступать растворению пигмента в масле алискому ну а холст появился только стал появляться только в начале 16 века например Мадонна Альба первоначально была написана на панели ее потом перенесли на холст уже значительно позже после Рафаэля а вот эта работа не могла быть написана на панели потому что панель эта деревяшка была бы безумно тяжелая нетранспортабельная ничего с ней сделать это возможно стало такие громадные работы писать не на стене не в качестве фрески только в начале 16 века это техническое замечание но в остальном я хочу сказать что я не знаю что более знаменито в этой работе сама Мадонна или вот эти два ангелочка внизу потому что эти два ангелочка приобрели какую-то невероятную известность она не действительно необыкновенно симпатия сама работа несет в себе колоссальный религиозный заряд она попала в Дрезден в чем ей конечно сильно не повезло я думаю если бы она попала в Лувр а не в Дрезденскую галерею она была бы еще гораздо более знаменитой неизвестно еще кому бы сейчас ходили поклоняться все туристы Монни Лизе или ей но она попала в Дрезден в общем это захолустье по части культуры и особенно живописи и хотя это собрание Дрезденской галереи великолепно но сам город конечно не представляет собой центр культурный мировой и никогда не представлял и в основном ей восхищались там в 19 веке немцы и русские ее обожал Достоевский к ней липли люди с сильным сильным элементом религиозного фанатизма и ее любил Вагнер что не делает ей честь и так далее и связано это вот с таким необыкновенным религиозным зарядом этой работы ее воспринимали часто не как именно картину а как стейтмент как символ христианской религии и в этом смысле я как сторонник искусства ради искусства я ставлю эту работу ниже чем Мадонна Альба потому что хотя Мадонна Альба конечно тоже на религиозный сюжет но там нету этого экстаза там вот нету этих этого безумного взгляда младенца как здесь это я ставлю минус а не в плюс хотя конечно это сугубо мое личное мнение сейчас я попробую это увеличить чтобы проиллюстрировать свою мысль вот пожалуйста я ее увеличил вы видите что Иисус смотрит таким завораживающим взглядом и это немножечко неловкость чувствуешь когда смотришь на это здесь мистика я мистику не люблю Мария прекрасна тут у меня нет никаких замечаний но Иисус чересчур я думаю что это это и привлекало многих которые восхищались этой работой ну а эти ребятишки это просто прелесть здесь здесь ничего не скажешь это изумительно это один из самых из самых широко любимых живописных изображений в истории живописи безуслов я хочу обратить внимание на одно обстоятельство когда смотришь на это лицо вот я здесь уже поместил крупным планом то мне кажется если сравниваешь его с этим лицом если сравниваешь их вот с этим лицом если сравниваешь их вот с этим лицом то у меня не возникает никаких сомнений что все это одна и та же женщина что Форнерина послужила натурой Рафаэлю для всех этих работ для самой Форнерины естественно для этой женщины с Вуалью для этой Мадонны в галерее Питии и и и и для и для и для Систинской Мадонны это так мне кажется хотя я нигде этого не читал не знаю есть ли на эту тему литература искусствоведческая не 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 попадалось так скажем мне кажется что это так это мое частное мнение а вот завершая историю жизни великого художника вот это его автопортрет он находится в галерею Фице во Флоренции видно что он очень красив я все уже это говорил но вазари оставил нам нератив того как умер Рафаэль мы это с вами почитаем вот что пишет вазари в конце своих своей статьи про своих воспоминаниях жизнеописаниях о Рафаэле и вот однажды после время припровождения еще более распутного чем обычно случилось так что Рафаэль вернулся домой в сильнейшем жару и врачи решили что он простудился а так как он в своем распутстве не признавался ему по неосторожности отворили кровь что его ослабило до полной потери сил в то время как он как раз нуждался в их потреблении вот как описывает вазари причину и обстоятельства смерти Рафаэля более конечно имеется гигантская литература о том как и почему умер Рафаэль всевозможные версии выдвигались наиболее наиболее проводоподобная версия состоит в том по-видимому что мне кажется что большинство придерживается что он на самом деле просто у него была пневмония а врачи медицина в то время была на таком уровне что от любой фактически болезни которая вызывала жар пускали кровь и его таким образом загубили он умер не сразу он умирал какое-то время он сделает причастие он оставил завещание и так далее но в общем скорее всего врачи его загубили вот и вот такая собственно говоря произошла крупная неприятность медицина конечно была тогда ужасная рафаэль был настолько знаменит к моменту своей смерти что его захоронили в пантеоне пантеон это гигантское здание античного периода второго века нашей эры его в том виде в каком мы его знаем он был создан при императоре Адриане до сих пор как я где-то читал вот это купол является самым крупным куполом где-либо не каким образом не поддерживаем то есть у него нет никаких подпорок это гигантское действительно здание еще оно интересно тем что это единственное тоже здание в мире которое так долго 2000 лет находилось в постоянном использовании не было заброшено не было разваленным не стало развалинами потом восстановлено и так далее оно функционировало все эти 2000 лет сначала как языческий храм в эпоху империи римской а потом очень рано где-то в 7 веке по-моему она была стала церковью и из-за этого собственно говоря она так это здание так прекрасно сохранилось конечно его реставрировалось такое но оно никогда не разрушалось полностью никогда не было заброшенным и это очень заметная точка в Риме и здесь наверху имеется просто отверстие которое течет затекает естественно дождь и так далее а интерьер тоже очень интересен ну интерьер наверное много раз переделывали доделывали с античных времен сейчас это вот вы видите это церковь но там службы проходят тогда туда нельзя заходить но в остальное время это одна из главных туристских мест туристских мест время огромное количество туристов сюда ходит и одна из причин такого что это так привлекательно это то что там находится могила Рафаэля вот это вот могила Рафаэля здесь шикарная очень немного людей похоронено в пантеоне скажем там похоронен король итальянский который объединил в Испанию собственно первый король всей Испании в 19 веке он был Виктор Эмманель второй он здесь похоронен похоронен почему-то ну тоже известный человек композитор коррели но в общем очень мало людей удоставились такой чести в течение веков чтобы быть похоронен в пантеоне Рафаэлю достоился это вот скульптура не знаю чья которая вот этот сам гроб а это скульптура чья-то на могиле Рафаэля вот на завершении покажу себя в тысячном году когда я рассказывал как я жив время я был конечно в этом пантеоне тысячу раз за это время он тоже walking distance того места где жив и вот я вам собственной персоной на фоне пантеона ну а завершая уже окончательно это эпилогом будет моего сегодняшнего выступления я скажу такие слова воистину подобно тому как Моцарт являет собой квинтэссенцию музыканта Рафаэль квинтэссенция художника и в творчестве и в жизни и в смерти и в посмертной неувидающей слайд спасибо за внимание Максим спасибо большое спасибо большое твои cameo appearances вот время с личными впечатлениями такие личные виньетки отличают твои лекции от других лекций твое личное присутствие makes a difference потому что получается что все это ужасно как бы доступно это нас приближает может быть меня лично к временам эмиграции потому что я тоже жила в Трастевере и прекрасно знаю все эти места и наверное все мы были в Риме не один раз поэтому мы как бы с тобой вместе проходили по всем этим местам и не трех до сих пор и не трех с тобой Продолжение следует...